Дневной рубеж Это точка У в костюме Искандера Да, точка У в костюме Искандера Планировали имитировать ее полет Якобы там она должна была Быть сбита средствами ПВО Где-то в районе Чернобыля Соответственно катастрофа должна была произойти Радиоактивная Ну и любопытно даже наблюдать Как сейчас пытаются Перемолоть, переварить Эту информацию Западные пропагандисты Есть на Западе люди интересные Рассуждающие Вообще зачем это нужно Ну Зеленскому это может быть нужно В случае с крушением самолета Голландского Чтобы заморозить ситуацию Чтобы всех остановить Ну как это выражается обнулить Нужна большая катастрофа Чтобы самоспасением заняться Выгодно это в том числе может быть и Вашингтону Полковник Ричард Блэк Бывший сенатор Вирджиния Высказал эту версию Довольно интересную на мой взгляд О том что Ну во первых Почему России это совершенно не нужно И почему это нужно нынешним демократам Можем сейчас послушать Русские обнародовали разве данные Применение грязной бомбы Украины Я опасаюсь что все что они говорят Это верно так и есть И я думаю что это связано с выборами Что их план состоит в том чтобы взорвать грязную бомбу Разбросать радиоактивные материалы на миле вокруг И план этот фальшивка Которая изготовлена для того чтобы обвинить Россию Чтобы настроить общественное мнение против России Перед в преддверии выборов Естественно речь об американских выборах Важно чтобы все остановились Подумали немножко Есть ли какая-то логика Есть ли логика в том чтобы Россия сделала что-то подобное За считай несколько дней до выборов Прямо сейчас партия Которая их по нашему по российскому мнению Более разумно Подразумевает естественно республиканцев По отношению к ним побеждает на выборах И у нее большой импульс в этой партии Если они это сделают Это сломает этот импульс И сыграет на руку демократам Которые на 100% настроены против России И против дальнейшего существования российской нации Вот мнение Довольно интересно мне кажется Правда тут тоже интересно то что заявляет Джон Кирби Что мы не видели никаких признаков того Что русские готовятся к использованию грязной бомбы То есть они даже они как-то нас вроде оправдывают что ли так получается Хотя на самом деле тут интересная история всплывает Ну не первый раз уже вспоминают возвращение В 27 октября 62 года Это пик карибского кризиса Как раз сегодня 60 лет Когда чуть не началась ядерная война И возможно нас пытаются вернуть в ту самую черную субботу На самом деле там интересный момент Когда смотришь на эту историю Кто все-таки в той истории победил Может быть стоит разобраться Сейчас нам говорят о том что Ну и Валдаевская тема Мир после гегемонии Блинкин заявил что завершилась эра последовавшая за холодной войной В какую эру мы сейчас живем Может быть несколько философский вопрос Давайте попробуем разобраться У нас Дмитрий Доробницкий Политолог-международник Автор программы Американские горки На связи Дмитрий здравствуйте Здравствуйте Какая по вашему сейчас-то эпоха у нас Какая-то между-между Ну конечно Мы сейчас живем в эпоху перемен Вот я не устаю повторять Что китайцы нам советовали древние Не жить в эпоху перемен Мы не послушались И вот мы здесь Поэтому в общем понятно Что мы сейчас живем на сломе Глобального миропорядка Тут с Блинкиным отчасти можно согласиться Что конечно вот эта вот эпоха Которая началась в 90-е годы А которая сама по себе является такой пиком Что называется Американского мира Вот этого пакс-американа Когда 30 лет В общем действительно Мир управлялся Америкой Ну так или иначе управлялся Причем управлялись все страны Даже те которые фронтировали Соединенным Штатом Использовали долларов Так сказать Для расчетов Они использовали американские методы Расчета экономики Они использовали Американские стандарты дипломатии Даже если возражали против них Вот понимаете Тут же даже очень важна риторика Кто ее собственно говоря Эту риторику составляет Вот мы очень часто здесь возмущаемся И здесь наверное МИД играет главную роль Вот этим самым словосочетанием Мир построенный на правилах Вот Но между тем Тот же Сергей Викторович Лавров Повторяет не реже Пусть и в негативной коннотации То же самое словосочетание Что и американцев Это означает Что язык тоже их И началось это не сейчас Началось это в 70-е годы Если мы посмотрим на Отличного рода слова Которые используются в экономике Даже в советской Там может быть это переводные были слова А сейчас просто и даже англицизмы И дипломатия кстати англицизм Разговаривают с 1970-х годов Вот всякие слова типа Субстантивно Или переводное слово Озабоченности Вызовы Это все Думано американцам Да Дмитрий у нас пропадает Немножко связь Если что-то перенаберем Смотрите Дмитрий Вот вы факт тоже немножко назад Да вот во времени откатываетесь Туда ближе к Карибскому кризису Тем более сегодня и дата такая круглая Многие вспоминают Я вот сегодня смотрел Еще одно совпадение нашел Может быть конечно в чем-то Корректное совпадение С Карибским кризисом В чем-то нет Но смотрите Ведь в те дни Одним из требований Хрущева было Чтобы американцы Ракеты из Турции убрали Ну тогда мы соответственно Уберем с Кубы А сейчас вот опять сообщение Что Турция в числе стран Где американцы хотят разместить Свои новейшие атомные заряды Ну я честно говоря не думаю Что в Турции Хоть что-то новенькое разместят Это со всех точек зрения Для американцев И для турецкого Так сказать Эстеблишмента В том числе для турецкой Оппозиции Выгодная история Но в общем Понятно что Заявление Высокопоставленных Военных руководителей Соединенных Штатов О том что они будут Обновлять Потенциал ядерный Там европейский Он тоже звучит Ясное дело Что никаких ракет Малой и средней дальности В Европе В ближайшее время не появится Скорее всего Речь идет о модернизации Бомб которые Собственно В том числе Там Какие-то из них Станут более управляемыми Там и так далее Которые и так Скажем так В Германии присутствуют Вот Будут больше проводиться Там подвешиваний Различных Это когда Американские бомбы Подвешиваются Например На германские самолеты К примеру Вот Так что Такого рода Телодвижение происходит Но в данном случае Я могу сказать Что Прямо по сути Вот И даже по тону Вот всех этих вещей Видно что Это такая реакция На действия России А не некая инициатива То есть Мы сейчас присутствуем В ситуации Когда В общем Ясно что Скорее реактивные действия Наши не партнеры Осуществляют То чем На самом деле Долгое время В негативном смысле Отличалась Россия Что мы исключительно Реактивные действия Проиводили Вот сейчас конечно Вот это ядерное Скорее всего Такая реакция На наши действия Чем бы нам таким ответить Что мы тоже В общем-то Не то чтобы Мы уж совсем отступаем Но Все равно Вот если Если говорить О Там Карибском кризисе И нынешней ситуации Ситуации Только Там Не знаю Издалека И по контурам Там Похожи Друг на друга Ну знаете Бывают там Дома Там издалека Похожи и на тракторы Например Ну к примеру Я просто Знаете Ну как бы Издалека взгляну О смотри Прямо Вообще похоже просто Ну просто домик Что-то там напоминает И так далее Ну или что-нибудь В этом роде Вот Но на деле Конечно Это принципиально Разные ситуации Просто Дело все в том Что И в Вашингтоне Несмотря Так сказать На то что Там была борьба Определенной фракцией И И в Москве В общем Понимание того Что доводить дело До Как бы Ядерной войны Ни одна из держав Не может Во-вторых Присутствовал Конечно Недостаток Присутствовал Недостаток сведений Друг о друге Например В Соединенных Штатах Была очень влиятельная Группа Которая считала Что у Советского Союза Есть преимущество По ракетам Причем Если читать Прям тексты Того времени Это считалось Прям мейнстримом Вот А разведка Не могла Не подтвердить Не опровергнуть Хотя были данные Что у Советского Союза Все очень плохо В этом смысле Он сильно отстает А при этом Я слышал Что они вообще думали Что у нас на подлодках Нет никаких атомных боеголовок Да Ну например Да Была также и такая вещь Хотя на самом деле Незадолго до этого На целом ряде Атомных подводных лодок И дизель-электрических Подводных лодок Были размещены Ракеты Хотя эти ракеты Летели там На 250 километров Но подкрасть Теоретически К восточному побережью Можно Ну от Кубы От Кубы 150 километров Хватило бы Ну С Кубы Должны были запускать Другие ракеты Должны были запускать Ракеты Значит Малого радиуса действия Туда же примерно Да Прям с суши Вот То есть там Надо было куда-то Другие места подкрадываться Чтобы массированную Атаку обеспечить Так или иначе Было мало сведений Друг о друге Это как бы Тоже добавляло Неопределенности Вести ФМ Первые О главном Что касается Наемников Конечно То Тут еще Ну Неизвестно Кто его Кто его отправил На тот свет Удивительные вещи Рассказывает Действительно Если уж Пришли к тому Что наемники Это нормально Может Может просто Подождать Вмешиваться Не надо Они сами С националистами Разберутся Или те с ними На примере Польских наемников Андрей Руденко Рассказал эту историю Вернее Продолжение уже Информации Это было Что там Польские наемники И укронацисты Решили друг Другу Пострелять Что-то Поздорили Ну послушайте Рассказ Да Доброе утро Ну что Вчерашний закус Между Поляками И нациками Где поляки Пристрелили Несколько Представителей Нацбата Которые Приехали Разбираться За то Что Польские наемники Не хотят Идти вперед Получил Продолжение И Ближе к ночи Или к ночи Нацики Пришли И хотели Вырезать Поляков Отомстить Так сказать За побратимов Но это у них Не получилось Они Нарвались На Неплохое Сопротивление Ну для нас Вообще Отлично По данным Оттуда 23 человека Забаранились Ну то есть Погибли Сколько там Нациков Сколько поляков Я не знаю Но вот такое Количество Пришлось поднимать Спецназ Там прилетели Вертушки Высадили Каких-то Человечиков И вот Они Пытались Там навести Порядок То что Сейчас происходит Там я не знаю Но О погибших Которых В мешках Грузили Знают Точно Есть хорошие Люди Которые Оттуда Докладывают Ну что Надеюсь Это не Конечная Фаза Этого Противостояния И они Еще Побаранятся Между собой Давайте Нацки Не посрамите Пана Бендеру Идите На поляков Да Андрей Начал Все-таки С развития Ситуации Там Дело в чем Что Польские Наемники Неудачно Сходили в атаку На российские Позиции Понесли потери И вернулись Сказать Что Вот Больше Они не пойдут Они больше Не готовы А националисты Они рассудили Что раз Им за это Платят Значит Ну это интересный Момент Что уже Практически Чуть-то Не заградотряды Против наемников Начинают Выставлять Потому что Вот эти наемники Первой партии Помните Которые приезжали Еще туда В начале Специальной Военной операции Они тоже Жаловались Что там Их бросают С 10 патронами Куда-то там Сразу Обещают одно Потом В реальность Совсем другое Они вообще На многое Не рассчитывали Они думали Что это будет Ирак Они там будут В лучшем случае Патрулировать Какие-то территории А их бросают Против армии Российской Они оказались Не готовы А если вы Не готовы То тогда Получайте Пулю в спину От нацистов Бойцы говорят Что они Уже не с украинцами Воюют Что они воюют С иностранцами Илон Маск Все-таки Твиттер-то покупает Да Покупает Очень долго Выходили на сделку Давайте сразу Покажем Вот эти кадры Может быть без звука Потому что Тем более там Не очень хорошо слышно Как он сегодня пришел На новое место работы Ну вот кто-то там Переезжая в новый дом Кота пускают Например На новую работу Приходят С компьютером С любимой ручкой С фикусом Каким-то любимым Илон Маск пришел С раковиной Хорошо, что не с унитазом Потому что Let that sing Let that sing in Это Девиз Твиттера Который должен означать Давайте осознаем это Или там Просто осознайте это А можно еще Как давайте споем Дословно Да А дословно переводится Как впустите эту раковину В общем с раковиной Илон Маск и пришел Долго он шел К этой раковине Потому что он в апреле Объявил о том Что собирается покупать Твиттер Но потом Через несколько месяцев Объявил Что передумал Говорил Что Просто компания Ему не предоставляет Информацию О фейковых аккаунтах Которые он запросил Подписывая Соглашение О сделке В Твиттер В общем Расстроились Сказали Что решили заставить Его приобрести Такую компанию Через суд Но Илон Маск подал Встречный иск И это дело Выиграл Кстати говоря Там уже Твиттер обязали Предоставить Все необходимые Файлы О Спамботах О поддельных аккаунтах Которые он запрашивал А нам сейчас показывают Жизнь Сотрудника Твиттера Которых видимо Не зря наверное Хотел уволить Илон Маск Все таки Ну кстати он Опроверг Потому что Вашингтон пост Сообщала Что Илон Маск придет И уволит Три четверти Всех сотрудников Но он уже сказал Что не собирается Этого делать А собирается В общем нести В Твиттере В Твиттере В Твиттере Поселить там Больше свободы слова И Сделать Твиттер Более веселым Видимо В общем Этим объясняется Вот такое Эксцентричное появление Насколько он Более веселым станет Мы узнаем Совсем скоро Потому что Близятся выборы Вот хорошо было бы Чтобы прям вот Под выбором Он успел Ну впереди в конце концов Еще президентские выборы Американские Успеет он навести там Шороху Несомненно Потому что Многие в Вашингтоне Очень нервно относятся К происходящему Потому что Социальные сети Это Ну уже с давних Можно сказать пор Такое важное оружие Политическое Да и не только политическое На американском континенте Уж точно Обязательно будет Дневной рубеж Вести ФМ Первые о главном Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова